Добрый вечер. Мой любимый четверг, гостевой день. Сегодня в гостях человек, у которого невероятно неожиданная и чрезвычайно ординарная фамилия, потому что в одно слово пишется «Козлов-чемпион». На самом деле его зовут Игорь. Здравствуй, Игорь. Добрый вечер, добрый вечер, все радиослушатели. Почему «Козлов-чемпион»? «Козлов-чемпион» потому, что он появился на горизонте автоспорта в очень серьезных покатушках, которые уже сразу требовали навыка, мастерства и подготовленного автомобиля, на взмывающем вверх по бархану рэнглере под фантастический громкий вопль огромного количества очень стройных, статных и красивых девок, которые орали. «Козлов-чемпион», «Козлов-чемпион». Вот так появился Игорь Козлов, автомобильный спортсмен, со временем чемпион нашей страны по автоспорту и профессиональный спортсмен, и как всякий талантливейший человек, совмещающий своими гранями и озаряющий блеском их сразу несколько не пересекающихся жизненных сценариев. «Журналист, спортсмен, психолог, закончивший станкоинструментальный институт». Вот только на русской почве рождаются такие многогранные таланты, которые при всем при том идеально подходят на руль гостя в автомобильную программу. «Козлов-чемпион», 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 «Я тебе не мешаю». И, наверное, крикнул еще что-нибудь такое, типа «Догоняй». Тем не менее, да, «Козлов-чемпион» тогда состоялся. Первый раз я стал после наших с тобой знакомств. Это 1994-1995 год, по-моему, когда было развитие всего такого оффроудного движения. И один из клубов московских это, в общем-то, зародил, это движение всех заразил. Всем внедрил, в нашу кровь, наверное, внедрил этот вирус. Кран открыл. Кран открыл, я не знаю, добавил бензина. Я уж там не знаю, как чего. Первого помнишь? С чего все началось? Вот ты, как человек, который один из самых ранних заболевших, которого оросило и окропило, и после чего такие ростки пошли, выросшие в бурный клуб, в мощное дерево и в грани талантов. А началось все, об этом мало кто помнит. Вот клуб 4х4 имени Снарского. Да, Миша Снарский, все это тогда... Каба не Миша, вообще, в принципе, оффроудное движение в нашей стране выглядело бы иначе. Но первым была немецкая туристическая компания под названием Евроконтакту, которая в дни путча 1993 года стартовала от здания СЭВА с песнями, флагами и на джипах. И когда мы туда приехали вот только на этот самый старт, там собирались уже коммунисты, антикоммунисты, желающие друг другу пустить кровь, и вдруг приехала кавалькада людей, которые были уже тогда уникальным явлением, они были вне политики. И до вопроса, мужики, вы что? А мы погонять и на шашлыки. А вы что? А у нас за советскую власть. Послушай, ты реально включил машину времени? Ведь так все и было. Если промотать пленку назад, все точно так и было. Удивительно. Товарищи радиослушатели, я буквально сейчас опять окунулся вот в то время и буквально, может быть, в той же вот кавалькаде приехали... Ты не состарился, чтобы так уповать на машину времени? Нет, 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 нет. Реальная машина времени. Для того, чтобы действительно убедиться в том, что вот в этой кавалькаде, сказать, что, слушайте, хватит уже там делить красные, белые, серо-бурмалиновые. Все за нами, движуха, движение и вперед. Съезжаем с асфальта, полный привод. Там нас всех померят, там все объединят. И кстати, кстати, вот после всех вот этих дел, то есть когда мы начали действительно гоняться, сначала это было любительское, ну действительно смешное пародие как бы на нас, гонщиков. Ну это действительно было смешно, но тогда подъем к технике, к увлечению полным приводом, ну был колоссальный, просто колоссальный. Объединяло всех в одну кучу. Это что было хорошо? Причем все там были, ну вот реально там и ботаники, и бандиты, и банкиры, и... И Олег Кенковский. И все там было. И машина времени. И все там было. Причем практически вся, потому что и Петя Подгородецкий носился на рейндж-ровере, и потом купил себе Discovery новый. Диско, да, тогда. Да, это было очень круто. И естественно, сам лидер машины времени, он тоже джипер, он тоже тогда был. Все так и было. И Андрей Макаревич тоже... Андрей тоже тогда, то есть один, почему-то потом, не знаю, резко перекатили приезжать на что-то, обиделись, не знаю, как была версия, но не суть, не суть. У нас все равно всех объединило вот это вот сумасшедшее, когда он мчится там, да, на верхенькой этот диско, или какой-нибудь старенький 69-й, и все с выпучитными глазами куда-то мчались. Куда? Ну, до первого трамплина, где все это разваливалось, если это старый автомобиль. Либо закапывалось в песок, и когда они не знали, куча кнопок на пульте, которые что-то надо подключать, и все это кричали, да ты включи чайник, полный привод хотя бы, ты хотя бы знаешь, какой у тебя там тот или тот рычажок. Опускалось окно, говорят, а какой, чего нажимать-то, да что, включи в какой-то рычаг, да она едет, да еще как едет, еще какую-то там блокировку включил, да она вообще несется, все, да я лучший. Ну, в общем, так мы и познавали эту технику, сложную технику. А вот у тебя-то с чего? И самое главное, вот там ты изрождался вот это вот движение наше, когда объединяло всех людей, и совершенно не было такого различия, в каком ты материальном, скажем так, да, вот... Это не играло роли. Не играло никакой роли, то есть вот ты на полноприводном чуде каком-то, будь ты какой-то старый там Red One... А Нива в порядке вещей, Нива там была в порядке вещей. Вот такой автомобиль был. И вот именно, кстати, тогда вдруг выяснилось, что вся страна недооценила этот аппарат, потому что он внедорожник, а ее воспринимали как «Жигули». Это не одно и то же. Потенциал, потенциал. А почему, собственно, Нива до сих пор живет, та вот Нива классическая, которая еще начиналась в 70-е годы, в 71-е там, да, ее, по-моему... Ну, сели проектировать. Сели проектировать. Как раз завод появился, было где сесть. Да, 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 да. Так вот, 71-й год тогда, когда действительно получилось, на то время мы еще... 76-й модельный. Катастрофически не отставали. То есть мы еще что-то производили, то есть такую вот конкурентно способную. И эта машинка в своем классе, она же победитель очень многих всевозможных, я не говорю, конкурсов, да, в своем классе. Игорь, ты лиснул на нужную страницу историю, но в данном случае, взяв за основу полностью купленный по патенту завод «АвтоВАЗ», который выпускал только патентованное, вот именно там, как в данном случае в этой студии, блестнул талант русского гения, и люди создали автомобиль, породивший все кроссоверы. Абсолютно согласен. Абсолютно согласен. Потому что, опять же, технический потенциал, который в этой машине есть, и он до сих пор существует, и сколько, опять же, тюнинга, да, существует на эту машину. Да, мы можем ее ругать. Она там с жуткими вибрациями, неудобная или еще что-то. Ну, господа, то есть, я думаю, что вы со мной согласитесь, что потенциал, опять же, если промотать пленку на 30 лет назад, какой потенциал был у нее, если те же итальянцы, немцы, французы, да, эту машину покупали с удовольствием, понятно, они ее дорабатывали, лоск наводили, всякие храмушки на нее кидали, диски ставили красивые, и она совершенно шикарно продавалась, помню, фирма Мортарелли, по-моему, такая была, достаточно известная всем, которая тюнинговала, продавала наши УАЗики и Нивы за хорошие большие деньги. И молодежь просто визжала и пищала, ездила по этим пляжам на этих кабриолетах, на Нивах, УАЗах, и действительно машина смотрелась, ну, шикарно по тем временам. Ну, или там, если помнишь, 90-е годы была фирма такая УАЗ Оф Америка, то есть когда в наш УАЗ там напихивали блейзеровскую всю начинку, движок, ходовую, как бы пытались... Ну, а ЛЛДшники что-то делали. Да-да-да-да, ну, вот эта вот тема. Мы-то помним, мы помним. Так вот, возвращаясь к нашей доброй Ниве, да, она до сих пор, слава богу, ну, конечно, она уже видоизменена, я не говорю про следующее поколение, там, этих Нив, это уже... Ну, ладно, ладно, это уже другое. Это не Нива и не Шевроле. Ну, да. Надо было очень сильно оголодать, чтобы твой голод был столь очевиден потребителям. Не-не-не, не будем обижать владельцев этого тоже замечательного автомобиля. Я, скажем так, как любитель автомобилей и человек, который много и конструктивно ими занимается, и всю свою, как бы, уже техническую сознательную жизнь, для меня нет плохого автомобиля. И идеального автомобиля не будет ни для кого, он не создан и не будет создан. Потому что идеально, как бы там инженеры всех известных производителей не трудились, идеального автомобиля не будет создано. Все равно по каким-то параметрам что-то будет одному нравиться, другому не нравится. Поэтому давайте так, если люди любят какую-то определенную марку, это их выбор, их право. Когда начинают ко мне, как к эксперту или, скажем так, к техническому специалисту обращаться, какой автомобиль лучше, я говорю, господа, ровно тот, которого вы себе выбрали. А моя задача, как технаря... У психолога. Ну, психолога сейчас давай уберем. Ага, убери, убери, попробуй. Потом, потому что если в автомобиле, а он есть в любом автомобиле, есть недостатки технические, мне их нужно компенсировать. Либо объяснить. Да, либо объяснить человеку на психологическом уровне, что не надо так нервничать из-за того, что у вас что-то не получается. Давайте подучимся для того, чтобы этим всем кнопками и электронными гаджетами управлять. Но самое главное еще, если есть хорошие большие достоинства в автомобиле, а их сейчас масса тоже, слава богу, инженерная мысль стоит на... То есть, вернее, легит. Двигается и двигается. Двигается вовсю, крутит там и на газ нажимает. Но самое главное, не испортить, не нагадить то, что потрудились делать целые там, вернее, целые когорты инженеров. А как они сами гадят, как они сами портят. Мы об этом во второй половине программы как раз поговорим. А, кстати, да, это вся проблема современного автопрому, что мы сами себе своим этим действительно немножко подгадили. И чуть-чуть об этом я скажу чуть позже. Обязательно. Перев на новости. Сегодня в экипаже нас двое. В гостях Козлов-Чемпион пишется в одно слово, причем с двух заглавных букв. Игорь Козлов-Чемпион, ко всему прочему, человек, олицетворяющий собой в оффроудном движении такую маленькую, примечательную, практически малообитаемую островную территорию, под названием Рэнглер. Рэнглер-клуб. Козлов-Чемпион появился сразу. Вот это явление. Бац! Это была машина Нинива. Это был сразу Рэнглер в полете. Это был тот самый замечательный четырехлитровый, который шикарно совершенно летал. И вот именно вокруг него девки визжали. Козлов-Чемпион. Какой был звон. Откуда ты их набирал, я не спрашиваю, но их было всегда очень много. Такой группы поддержки не было ни у одного гонщика в принципе. А как вот с Рэнглером-то вдруг у тебя пересеклись пути? Кстати, благодаря вот этой группе поддержки, всем моим ребятам, друзьям, которые приезжали и поддерживали. Ребятам и девчатам. Девчат было больше. Замечательно. Я безумно рад тому времени, когда девчата вот искренне. Но действительно ведь до сих пор помнится, что Козлов-Чемпион. Удивительно. Прошло уже сколько лет, опять же. 20 лет. Но это помнится. Говорят, что на Козлов-Холмах до сих пор, говорит, эхо там слышится. Да. Причем счет, кстати, те, кто не застал эти времена, этим барышням счет шел. Их было не три, их было не пять. Их счет шел на десятки. Девчонки, спасибо вам огромное. Потому что именно ваша поддержка тогда выносила меня именно на подиум, на призеры. И дух победы как раз формировался и будущего народа спортсмена. Формировался именно там, на этих кроссовых трассах. И когда... Слушай, ну рвался ты яростно, абсолютно. Нет, нет, ну если биться, то биться там, да. И, собственно говоря, это хороший, красивый спектакль. Любая автогонка, что сейчас, в принципе, очень сильно не хватает. Клечатая рубашка, джинсы, казаки. Удивительно как-то это все. Ты несся так, что земля расступалась, потому что ты был абсолютно непобедим. Ты пер на все деньги. Но я же Козлов, то есть, я не знаю, упрямость там, да, или, не знаю, или... Ты чемпион, какой Козлов. Или благодаря папе-маме, да, которые мне сказали, там, ну, надо как-то оправдывать свою фамилию. В конце концов, ты в нашей семье родился, особенно, да, вот, особенно у меня папа, мой родитель, там, когда воспитывал. Если уж пошел в бой, так иди в бой, шашку на голову, бачит у меня такой. То есть, он чапаевец в этом плане. Люблю кавалерию. Он кавалеристом, да, и вот, скажем так, руководитель больших предприятий, как умный человек, человек, который мог рулить большим количеством людей. Ну, в данном случае, я, пап, сказал, пап, вот, хороший командир, ну, он когда тоже видел мою карьеру, скажем так, будущего, ну, когда я закончил, там, институт, еще что-то, он видел карьеру, что я как-то по его стопам должен пойти. Я говорю, пап, ты знаешь, вот, честное слово, вот, наверное, хороший командир дивизии, без хорошего личного состава, ну, тоже, наверное, не состоялся бы. Поэтому давай я, наверное, в какую-то свою нишу пойду, в свою кавалерию, ну, там буду ровно, как бы, вот, фамилию оправдывать там, да. И, опять же, мой папа, да, таким бы вот кавалеристом, чапаевцем не был, если у него не было бы четкого нормального тыла в виде моей мамы, в виде семьи, то есть сестры, которые ему этот пыл, вернее, тыл обеспечивают. Я думаю, что папа со мной согласится, мама тоже согласится. Но, тем не менее, вот то, что вложили в Козлова-чемпиона в семье, ну, наверное, там и формировалось. То есть, если уж пошел, если уж цартанул, тогда работай и оправдывай. В атаку, так в атаку. В атаку, так в атаку, да. И ты знаешь, вот этот дух, вот он мне и помогал. Ну, а когда мы, как спортсмены, то есть тогда это еще формирование, там, да, и когда вот это все, спектакль под названием автогонки начинался, особенно, когда это вот на стадионной гонке, они более зрелищные, в отличие от марафонов, которых приходится гоняться сейчас, то есть куда-то умчались, в пустыне, где и чего, без вертолетов непонятно, где мы там, да. А здесь вот оно все. Это был шикарный период. Театр действий, вот он, вот он на ладони, да, и там все, характер, пожалуйста, показывает, кто, чего там. Речь идет о Крылатском, стадион технических видов спорта. Крылатское, потом последующие стадионы. Крылатский, да, потом уже сзади клуба, на этих шикарных совершенно трамплинах. И, возвращаясь к болельщикам, которые, ну, если я заслужил их внимание тогда, когда действительно толпы и стадион кричал и болел, особенно, когда финальные были битвы, когда я видел, что я выхожу, ну, на каких-то древних машинах, которые, ну, технически далеко не самые лучшие по сравнению с моими соперниками, когда я, ну, наверное, проявляю характер и желание выиграть и победить, и доказать, что я один из лучших. Ну, наверное, это и вот формировалось. Прости, пожалуйста, ты хочешь сказать, что не все эти десятки-сотни девчонок были твои знакомые? Нет, совсем нет, честно говоря, Сережа. Часть из них примкнула в твою стаю чуть позже, просто будучи очарованной и увлеченной. Я, честно говоря, думаю, что они все твои знакомые, как минимум подруги. Они производили такое впечатление. Уважаемые радиослушатели, он меня первый раз загнал, честно слово, в такую вкраску, потому что это может быть не видно сейчас в эфире, но по-моему голосу, знаете, он меня ввел в смущение. Если честно, нет, я даже не, поскольку я гонялся там, был весь в гонке, все остальное, ты видел это со стороны и был, наверное, все-таки среди болельщиков, тебе это вот сейчас для меня открываешь такое тоже вот, ну... Они все были коллекционные. Там не было ни одной такой, которой бы не хотелось предложить продолжение банкета. Они каким образом угадывали, что Козлов чемпион? Девчонки, вы лучшие. Девчонки, спасибо вам огромное. И ребята, которые были с девчонками, спасибо вам за мои победы, за поддержку. И вы, ну, я не знаю, может быть, ты только видел девчонок, хотя, ну... Они были заметны. Заметны, да. И то, что я могу сказать, что автомобиль-спортсмен-болельщики, все красивое и замечательное, что до сих пор это как шоу помнится, значит, это здорово. Ну и ты состоялся как профессиональный спортсмен. Это чуть позже. Ты, собственно, огласи, пожалуйста, какие у тебя достижения, потому что чемпион страны по автоспорту, ну, мягко говоря, нетривиальный результат того, с чего начиналась, ну, Евроконтактуровская тусовка. Ну, если сейчас перечислять серии галей, конечно, это какое-то займет время. Пару десятков. Ну, я дорос до пятикратного чемпиона России, причем в разных дисциплинах. Три раза я отметился в трофи-рейдах, как в дисциплине, как лучшую, причем и справа, и слева. И в ралли-рейдах, да, два раза был лучшим спортсменом года, да, то есть когда, а, а в 2004 году, уже, опять же, далекий год, практически 10 лет прошло, в двух дисциплинах одновременно мы в экипаже с Борисом Гадасиным стали лучшими сразу в двух дисциплинах. Такого из автогонщиков не повторял никто, то есть со времен Советского Союза. То есть сразу, чтобы в двух разных дисциплинах автомобильных стать чемпионами России. Это вот, скажем так, тогда график был просто сумасшедший. То есть я успевал приходить с одной гонки, сбрасывать, скажем так, обмунирование и специальное оборудование с одного вида гонок. Буквально там, не знаю, дома побыть, увидеть сына, жену, поцеловать все и умчаться на следующий день, опять на три недели на следующую гонку. Причем эта география совершенно сумасшедшая. Золотая жена. Да, она, конечно, молодец, Кристина, то, что ей досталось и достается. У козлов чемпион, но не каждому достается. Да. То есть терпение, которое испытывает или испытывала, действительно нужно иметь колоссальное. Это еще надо умудриться, такого человека терпеть. Ну, здесь я, Сережа, полностью соглашусь. Да нет, ну тебя терпеть-то можно, особенно, ты же чемпион. Ты думаешь, ну, не всегда с этим соглашаются наши половины. Ну, ты вообще интенсивный персонаж. Иногда твой натиск, конечно, ломает препятствия, а иногда, видимо, ломает что-то не то. Ну, это такая жизнь, иначе не был бы человек чемпионом, как бы он был тихим, мягким и невнятным. Так не бывает. Ну, не могу не согласиться. Наверное, не могу не согласиться. Так все-таки «Рэнглер-клуб». Ведь знамя «Рэнглер-клуба», вот оно было подхвачено, оно было высоко выдружено. И явление «Рэнглер-клуба» объединило, ну, как бы не пакости фирмы «Крайслер», которая, в принципе, несостоятельна, ну, уже давно. Фирма «Крайслер», ее подразделение «Джип», они настолько несостоятельны, что до сих пор странно, почему мы не присутствовали на похоронах. Но вот эти очаги сопротивления, и один из них, это как раз твой клуб, где люди по сию пору обожают «Рэнглер». Ну, опять же, да, возвращаясь к этой теме, и, может быть, один из ярких автомобилей, которым управлял, вот, яркий человек в виде меня, там, как ты считаешь, там, да, я считаю этой историей, тоже немаловажна заслуга именно этого автомобиля. Автомобиль «Изгой». «Рэнглер», он переводится, там, да, как «ковбой», там, «забияка», «гуляка», там, что-то переводов, там, масса всяких, и американских, и английских, и в том числе, то есть, как «Ренегат», то есть «изгой». Ну, «Ренегат», они его иногда называют этим словом. Они его называют этим словом. Наше российское название этого автомобиля, там, да, чуть ли не как, там, не знаю, там, русский УАЗик, что меня там сильно обижает. Я говорю все время, давайте, вот, УАЗик, это УАЗик, это наш, как бы, там, да, вот, а потом, опять же, американский козлик, бешеная табуретка, как только не называют. Я говорю, ну, ладно, просто называйте, как вам угодно, тем не менее, автомобиль яркий, и он не оставляет неравнодушных никого. И он, автомобиль «изгой», так и есть, и он, как переводится тоже, один из вариантов перевода его «изгой». Так вот, автомобиль, который не оставляет равнодушных никого. Причем мнение совершенно полярное. Либо его безумно любят и прощают все его какие-то сложности, абсолютно отсутствие комфорта и всего остального. Либо его просто ненавидят, говорят, фу, какая гадость, как на этом можно ездить. Так вот, равнодушных к этому автомобилю просто нету. Либо так, либо так. Причем все равно голод сворачивает все. Абсолютно. Эта машина, как сейчас красиво называют, шоу-стоппер там, да, то есть вот... Он самый. Вот, соответственно, голова сворачивается, особенно когда она еще там кабриолетом, когда лето, когда красиво, когда с тобой сидят друзья и, как ты говоришь, вот красивые спутницы. Ну, что еще можно порадовать? Такие друзья в Ренглере, там всегда справа блондинка. Блондинка — это идеально, конечно же. А не обижая брюнеток, брюнетки тоже замечательные, рыженькие девчонки тоже красиво замечательные. Пошла коллекция козлого чемпиона? Нет, 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 я просто в этом плане достаточно толерантный человек, и эта машина... Я бы тоже по цвету не выбирал, я тоже толерантный. Вот. Автомобиль действительно для души, тогда, когда душа поет. Но и автомобиль с содержанием. С большим причем, и с большой историей. И что очень важно, и мне очень важно, и мне приятно, и почему я этот автомобиль до сих пор им занимаюсь, и вот, наверное, зная про него, ну, ну, все, наверное, все изнутри и снаружи. Автомобиль с большой, богатой историей. Ну, когда ты едешь, ты не столько уповаешь на историю, сколько на содержание этой машины, а в ней есть содержание. Это не пустая услуга доставить человека к магазину или из магазина. Это автомобиль, с которым интересно, на котором ты едешь, и ты самовыражаешься тем, что ты за рулем Рэнглера. Абсолютно согласен. Перерыв на новости. В студии со мной Игорь. Фамилия у него Козлов-Чемпион пишется в одно слово с двух заглавных букв. И мы сейчас переходим к прикладной части Рэнглера водства, джиполюбства и оффроудерства. Поэтому, пожалуйста, задавайте вопросы 65, 10, 9, 9 и 6. Пока из вас никто не позвонил. Я так понимаю, что вы все просто затаились в изумлении. Не каждый день живой Козлов-Чемпион бывает вот в таком практически почти осязаемом виде. Дело в том, что вы потихонечку задаете вопросы, вот, например, про новый дизельный Рэндж уже пришел. Стоит, не стоит его покупать? Да, его, конечно же, если хотите. Всегда можно, всегда здорово. Но, вот, Рэнглер машина с душой, Рэнглер машина с содержанием. К ней действительно нельзя быть равнодушным. И Рэнглер это последний рубеж, дальше которого автомобилестроение не стало идти, на мой взгляд, в сторону развития именно преодоления бездорожья. Вот это вот утилитарное желание. Ну, тебе что, надо в гору? Ну, вот тебе вертолет. Тебе надо по плохой дороге купить себе танк, грузовик. То есть пошла прикладная техника. Внедорожник был универсальным связующим звеном. Между человеческим обиталищем, условно говоря, в городе и его ключом к воле. Можно было в какой-то момент сорваться и уехать. Ну, не говоря уже о обеспеченных американских фермерах, которые блистательно живут за рулем Dodge Ram. Но в нашей ситуации понятно, что машиной колхозника подобный аппарат не станет никогда. Это ключ к выходу на свободу. И Рэнглер это один из самых харизматичных ключей. А потом, а вот на сегодняшний день мы видим, как деградировал до обычной финтифлюшки Explorer. Мы видим, что произошло в деградирующем пути патруля, который, конечно, еще пока боец. И в том числе за счет своего фантастического мотора, который можно нежно назвать словом двигло. Но это уже не то. И Toyota потихонечку водит носом, не впасть ли ей в эту же самую ересь. — Сережа, не могу не согласиться. Еще повторяю, что я вне идеологического момента по поводу производителей и инженерии. Но то, что автомобили стали совершенно бездушевны, ну, то есть духа в них такой вот как... Если раньше, действительно, правильно ты говоришь, патрол, так он патрол, он сразу отличается. Да, вот эта рабочая лошадка, которая не ломалась, таскала, ездила, трудилась. Если Ford Explorer, который два или три года, там, в 90-е годы держал как лучший автомобиль года, который это действительно заслужил, там, да, с учетом его вот этого даже, помнишь, стекло вот это вот начало раздельно открываться и все остальное. Но вот эти 80-е, 70-е, 80-е годы, 90-е, когда невероятное развитие класса автомобилей как внедорожники... — И у нас рынок открытый, какое совпадение приятно. — Да-да-да-да, вот это огромный рынок, вот это, извиняюсь, российское, там, бездорожье и Россия с ее географическими масштабами просто, ну, необъятная, да, страна, куда это можно в большом количестве поставлять. Но... — А машины-то и закончились. — Машины-то и закончились. — Нет, знаешь, вот то, что в 90-х годах хотя бы они действительно, и в 2000-х, они использовались по назначению, то есть люди действительно на них, путешествия есть, съезжали с дорог, в конце концов, с асфальта. — Сейчас это стала больше имиджевая машина, большая, крупная, но хотя она больше адаптирована по нашим российским дорогам, нежели чем, ну, обычные легководки. — Дорог у нас не будет. — Да, здесь нельзя не согласиться, согласитесь, да, и все-таки момент безопасности и энерговооружения в этом автомобиле, плюс престиж, который они этот заработали... — А он дорогой, а все знают об этом? — Да, 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 вот я еду на пацанском автомобиле, вот у меня внедорожник, то, что это уже давно не внедорожник обычный, а обычный крупный автомобиль, то есть легковой автомобиль повышенной проходимости, скажем так, там, да? — Да, да, именно так. — Именно так, да? — Эксплорер, например, это вот легковушка. — Ровно все это стало, но это, кстати, можно спорить, и моя, я думаю, что радиослушатели тоже скажут, а нам зачем? Нам не надо ехать куда-то съезжать влево, вправо, в лес, ну, нафиг нам это нужно? Нам надо от себя точки А в точку Б доставить комфортно, брутально и красиво. Я не могу с ними не согласиться. Это их мнение, это их есть. Но внедорожник как класс автомобилей, кстати, сразу поправлю, и я как журналист прошу вас, уважаемые радиослушатели, не называйте джипами джипы. То есть джипы — это торговая марка, давайте как бы вот с этим раз навсегда разберемся. Джип — это торговая марка, и мы все время тогда рекламируем определенного производителя. Все-таки класс автомобиля, который отвечает за полный привод, называйте полноприводные автомобили, внедорожники, в конце концов. Ну, есть еще слово «вседорожники». Нет, «вседорожники» придумал журнал «За рулем», но в силу своего легкого пролетарского судоумия. Ты вот сейчас вот эту поправку совершенно не буду, опять же, журнал «За рулем», поскольку я с ним тоже сотрудничаю, я опять же буду политкорректен там, да. Но вот это слово «вседорожник», я всегда в редакции тоже с ними спорю. Такого нету, что значит «вседорожник»? Ну, я понимаю, русский язык богатый, но есть нормальная классика. «Ламборгини» — лучший вариант «вседорожника». По всем дорогам отлично идет. И «Феррари», кстати, очень хороший, идеальный «вседорожник». В общем, давайте полный привод называть «внедорожник». Это грамотно, это правильно, и то, что объединяет в некий один класс автомобилей. По ГОСТу это называлось автомобиль повышенной проходимости. Совершенно правильно. У нас Валентин на связи. Здравствуйте, Валентин. Да, добрый день. Как, на волю хочется, Валентин? Добрый вечер. Плюнуть на все. Всегда хочется на волю плюнуть на все, вот именно. Хотел уточнить по поводу стоимости содержания вообще автомобиля «Рэнглер». У Игоря хотел спросить. Нового или старого? Насколько последнее поколение сохранило свой дух? Потому что выглядит оно, конечно, как в «Финтефюшке», как вы выглядели. Не могу не согласиться. При всей любви к этому автомобилю, современное его подобие, оно, конечно, что-то конструктивное, они, безусловно, оставили. Я вопросов всегда одного не понимал. Почему это стало так дорого? Никогда «Рэнглер» в такой ценовой нише не выступал, как сейчас. Он сравнялся, если в той же линейке «Крайслера», он сравнялся со стоимостью «Чирока», «Гранд Чирока». Это всегда так не было. Он был абсолютно демократичен, доступен для молодежи, скажем так. То есть он стоял изгоем и как автомобиль, повышенной проходимости и активного использования. В эксплуатации «Рэнглера» первого поколения, второго поколения, поскольку машина очень простая и рынок абсолютно обеспечен всеми запчастями, расходниками, в том числе и бэушными, получается, если разложить прямо на цифры, примерно от 5 до 6 тысяч в месяц. То есть разложить это на год, и примерно такая эксплуатационная цифра получается. Согласитесь, если из семейного кошелька вытаскивать 5-6 тысяч, то есть заложить это на эксплуатацию автомобиля, то есть на запчасти, на его, скажем так, это может быть... Содержание. Да, на его содержание. То получается совершенно нормальная демократичная цифра, которая не... Любой автомобиль, согласитесь, это денежный пылесос. Ну просто... Извините, пожалуйста, что вас немножко перебил. Просто по просторам интернета ходит такой слух, что Ренглер сильно ненадежный автомобиль и сыпется везде и постоянно, и требует перетряски подвески, там, чуть ли не раз в 2-3 месяца. А насколько это соответствует действительно? Не могу с этим не согласиться, потому что ко мне, когда приезжает машина, которому уже 25 лет, конечно, да, если за ним не как бы ухаживали относительно, конечно, так и происходит. Там это уже не автомобиль, а ведро с гайками. Поэтому моя задача, и я сейчас занимаюсь и полной реставрацией, то есть как бы даю им вторую жизнь, и люди эксплуатируют этот автомобиль, и у него 2-е или 3-е рождение там, да, то есть после того, как я... А начинаешь с подвески или с мотора, или с коробки? А вот он приходит, и действительно ведро с гайками приезжает. Гнилая, есть гнилая, есть не гнилая, то есть все зависит от того, как до этого над ним издевались над этим автомобилем. Но согласитесь, приезжает 25-летний автомобиль, который приезжает своим ходом, он доезжает. И причем по движку, по всему, и по подвеске этот автомобиль, который можно чинить в поле. Если вы хоть более-менее общаетесь с гаечным ключом, ребята, господа, то есть девушки, которые эксплуатируют этот автомобиль, никаких проблем починить его. И на моем веку сколько было экспедиции, когда вместо даже, вместо ресорт, я березовые слеги приворачивал. Ну, это нормально. Это было песня, когда я приехал с экспедиции с точки, то есть я пропал. И когда я приезжаю, вдруг, то есть там место, где есть связь, и где я появился наконец-то, и когда у меня вместо ресорт были вот эти березовые полки с лего, народ просто говорит, такого невозможно. Я говорю, ну у меня был выбор так, либо остаться и утонуть в этом болоте, и остаться на этом в лесу навсегда, и похоронить этот рынок, потому что себестоимость вытаскивания его оттуда была просто сумасшедшая. Либо выживать. Вот эта школа выживаемости, кстати, с этим именно автомобилем, который со мной прошел огонь, воды и медные трубы, удивительная. Он меня подготовил к жизни, просто нет, вот мой папа говорит, нет безвыходных ситуаций. Просто из безвыходных ситуаций есть минимум два выхода. Вот эти минимум два выхода я всегда искал. И этот автомобиль меня всегда довозил до дома. Всегда. Вот так вот. Станислав Ежи-Лец сказал, что безвыходные ситуации мы называем ту выход, из которой нам не нравится. Другая интерпретация вот этого уже, да. Много гнутых рам у тех машин, которые до тебя доползают? Конечно. Конечно. Много гнутых, гнилых, поэтому приходится их... Гнилых это понятно, а вот именно гнутых. Гнутых тоже много. Да, конечно. То есть, к сожалению. К сожалению, да. И по большому счету ты их правишь или приходится новый... Это уже смотрим, как уже насколько рентабельно, поскольку все-таки есть маленькое количество запчастей, которые я содержу, да, поэтому пока я еще обладаю тем, что можно... Куски рамы под кроватью? Да, да, да. Если что, то можно... Нет, нет, все. Если я создал клуб, то есть я должен людям помочь для того, чтобы решить все вопросы технические, в том числе, да, или даже консультационные, чтобы... Консультацию, да, для того, чтобы людям минимально оптимизировать свой ремонт и эксплуатацию этого автомобиля. Да, пожалуйста. То есть, ну, опыт огромный. Но клуб ведь это не всегда ремонт. Конечно нет. Это еще какой-то совместный досуг? Конечно нет. И клуб создавался, и он создан, да, именно как и... Любая сила любого клуба, это не автомобиль, это человеческий ресурс. Это члены клуба, на которых можно опереться, которые объединяют нас. Одна какая-то... Ну, вот там... Болезнь. Да, клуб гонит. Кольфистов, клуб хоккеистов, или еще что-то. У них же какая-то своя болезнь, да, и они объединяются. Я, конечно, понял, эти болельщицы на стадионе, это были клубные девочки. По-видимому, наверное, да. Клуб назывался «Козлов-чемпион». Вот теперь стало, наконец, понятно. Вот видишь, я даже не знал, что такое существует клуб, и вот как здорово, может быть, опять же, ну, переименовать нельзя. Все-таки не надо смешивать одно с другим. Сережа, молодец, у тебя, конечно... Я помню их, они были голосистые во всех словах этого слова. Я рад, что тебе девчонки наши понравились. Вот это здорово. Они не только мне понравились. Илья, здравствуйте, Илья. Добрый вечер. Спасибо за интересную передачу, за интересного гостя. Спасибо вам, очень приятно. На одном из хороших каналов Discovery был цикл передач, когда два человека закидывали рэмблер, в чем старые рэмблеры, они о нем выбирались. То есть они тоже привязывали вместо колеса кусок деревяшки, вместо свечей, вместо проводов они использовали мокрую палочку. И следом... То есть машина действительно прекрасная, рэмблер. И следом шла передача, когда на подготовленных петровах целыми кучей народу, мастеров и техничек по Сибири, то есть там укрывали одеялком и проверяли уровень масла и все, боялись, что что-то заглохнет. Сравнение, конечно, с пользой рэмблера. А вопрос у меня к вам, Сергей, в гости такой. Скажите, пожалуйста, насколько все-таки в полнотриводной машине все вот эти блокировки и возможность заехать в поле чуть дальше, чем остальные, влияет на управляемость на асфальте. Но от конструкции машины зависит конкретно, потому что они все по одному и тому же сценарию сделаны совершенно по-разному. В данном случае по примеру рэмблера. Тем более, что передняя блокировка у него большая редкость. Да, совершенно правильно, Сергей. Мне очень приятно, ребят, что вы разбираетесь в конструкции. Действительно, очень приятно. И часто бывает, что на асфальте на самом деле все эти блокировки они ни к чему. То есть противопоказаны. Просто даже противопоказаны. Их включение необходимо только в условиях тяжелого бездорожья. И то, опять же, когда вы влезаете в какую-то, скажем так, пучину, грязь, все остальное, не торопитесь ими пользоваться. То есть это надо все последовать. У нас же как? А, есть ресурс такой-то, кнопки все понажимали, заехали в какашке, извиняюсь за выражение, то есть по прямому называю, по нашим, по оффроудному. И там себя совершенно, совершенно, как бы, по-настоящему утопили там, да? И все. И что делать? И блокировки нафиг не нужны? Да все это не фигня. Значит, все нужно делать последовательно. И всем управляет человек все-таки, поймите. Именно человек. То есть, извините, перевел. Хотел просто уточнить. Смотрите, если 70% пройдет асфальт. Прервемся на новости. И продолжим после. Я вам все расскажу обязательно. У нас на линии Илья, у нас в студии Игорь Козлов, чемпион, пишется в одно слово, с двух заглавных букв. Мы по поводу управляемости джипа и рэнглера, в частности, на асфальте. Илья, если вы дождались, да, рекламу, спасибо вам большое, действительно приятно, что терпение. В двух словах, на асфальте отключайте все блокировки, потому что, во-первых, повышенный износ всех агрегатов, он на асфальте не нужен, где максимальное сцепление, так колес с поверхностью. И вы сильно изнашиваете эти агрегаты. И еще один момент. когда пошел автомобиль на асфальте в занос, вот это вот самый тяжелый момент для внедорожника. То есть, его тяжелее всего ввести в занос, да, он более устойчив, он будет цепляться до последнего, но вывести из заноса полноприводный автомобиль тяжелее всего. И если у вас будут включены блокировки, особенно передние, это реально неуправляемый болид. Поэтому вот этого, пожалуйста, на асфальте бойтесь. Отключайте и включайте только на тяжелом бездорожье. И то последовательно. Попробуйте сначала заднюю, пошла машина там, да, если этого не хватает, пошла передняя, а если этого не хватает, засадиться по самой небалу, извиняюсь, по самой шаклы. По самой шаклы там. Этого большого ума не надо. А вот выбираться обратно тяжелее. Поэтому выбирайте другую траекторию и вперед дальше к победе. А вот можно еще, я дождался вопрос еще раз делись. Что касается резины. Понятно, что при внедорожных серьезных вылазках резина это достаточно важная составляющая. Особенно важная. Я именно подчеркну вашу. Ну, я совъезжу на, как вы называете, большой универсал с большим клиренсом на Шеврале Каптиво. Соответственно, я уже столкнулся с тем. И мне приходится эксплуатировать зимнюю нешипованную резину круглый год. Потому что в противном случае совсем невозможно с тех из асфальта. Как решается вы, как вот, ну, профессионалы, как решается вопрос резины. Как быть, чтобы резина а, хорошо держала асфальт, отводила воду, ну, и была такой нормальной, и б, в то же время, чтобы она что-то могла сделать вне дорог, вне асфальтовых дорог. Тоже зимняя нешиповка или же какие-то есть рецепты. Опять же, где машины чаще эксплуатируются? Городский город, да? Потому что в городе шипы абсолютно, ну, не, 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 я посмотрел и смотрю по Москве, ну, процентов 30 владельцев кроссоверов и таких не очень серьезных джипов используют именно этот метод. Ну, опять же, да, вот, статистика показывает сама на себя. Если честно, то резине мы, я думаю, с Сергеем посвятим целую, отдельную, вот, отдельную, целую передачу. Потому что это целая, господа, это действительно целая наука. Вот, целая наука. Это так же, как для бегунов, вот, целая, целая, большая, огромный выбор тех же самых кроссовок, там, да, для бега такого, сякого, все остальное. Здесь то же самое, целая наука. И поверьте моему опыту, это вот сейчас в 5 минут, там, заключительная передача, мы просто не уместимся. А имен-то, собственно, Купер, не-не, я сейчас даже, не-не, не называю производителей, я даже сейчас буду говорить долго о том, какие существуют протекторы. Это целая теория. Летом кататься на зимней нешипованной, метод правильный? Нет, неправильный. Еще раз, зима это зима, лето это лето, поэтому давайте применять ровно, это все в самом каучуке. И всесезонки не существует? Не существует. Резины, которые удовлетворяли бы всем бэкгрунтам и всем погодным условиям, такое, господа, не существует. Что-то и есть универсальное с рисунком All Terrain, но это такой легкий компромисс с самим собой, наверное, это вы сами себя успокаиваете. Тем не менее, еще раз, что в наших географических условиях зимой работает зимняя резина, потому что производители, поверьте, отдают миллиарды, ну, не миллиарды, может, миллионы там, да, евро или долларов на эксплуатацию, вернее, на изобретение этого всего, на эксплуатацию этого всего и целые полигоны в той же Лапландии существуют, которые круглогодично используют. и поверьте, там не только в рисунке, в самом наличии или отсутствии шипов, но там именно вся технология в каучике, в его эластичности, в его, как он будет держать или не держать зимнюю температуру. они потому и чемпионы, что для них нет мелочей. Совершенно правильно. Вот так и есть. А к летней резине то же самое. Вопрос, опять же, все время, когда ко мне обращаются как к эксперт, я говорю, давайте назовите, где вы будете эксплуатировать. Поэтому давайте, если будет желание, посвятим этому отдельной целой передаче. Это целая наука. Закрывая тему этой науки, тем не менее, на Ренглере летом съехать с асфальта без экстрима. На каком? На какой резине? Ну, я предпочитаю All Terrain. То есть All Terrain. Это вот хорошее есть... All Terrain у всех разное. А Бев Гудрич, тот самый как бы универсальный... Ну, Гудрич, Гудрич. Гудрич, все-таки Гудрич, да, потому что... Ну, я это... Да потому что все понятно. Я этому доверяю. Конечно. Мурат у нас на связи. Здравствуйте, Мурат. Кажется, вы дождались. Здравствуйте, Сергей. Первый раз дозвонился до вас. Очень приятно. Я рад. С вашим гостем вообще рассказывать. Игорь замечательный. Ждет вопрос. Спасибо, очень приятно. Да. Вот тема такая, что... Ну, вот сейчас вы рассказываете об автомобиле. В принципе, это автомобиль моей мечты. Но... Мечту надо реализовывать всегда. Да, реализовывать. Я начал чуть-чуть по-другому. У меня где-то лет 7 был Suzuki Samurai 413. Ну, в принципе, вот те вещи, о которых вы говорили, да, и взгляды со стороны, и сняты вверх, и так далее. И бездорожье. Все, я на нем попробовал. Но, тем не менее, вот по сегодняшний день уже много лет прошло. Вот на Рейнгер смотрю, и как бы ёкает. Вот хочется, да. И в ближайшем будущем, может быть, я эту мечту свою осуществлю. У меня вопрос такой. Может быть, он как-то общий будет звучать. Вот в данный момент, да, вот я смотрел и в салонах смотрел вот те Рейнгеры, которые сейчас уже. Рубикон, да, насколько я понимаю, называют. Рубикон, это одна из комплектаций. Да, одна из комплектаций. Ну, вот, все-таки, вот тот предыдущий, старый, да, вот Рейнгер, довелось мне на 4-х литровом поездить, попробовать его, конечно. Ну, да, на самом деле, самолет, и по внедорожным качествам, по всем. Но вот сейчас, в данный момент, вот сильно они отличаются, сильно изменения произошли. Не случилось так вот, как с теми эксплойерами. Ну, я имею в виду, глядя на салон, да, видно сразу, что изменения заметны там. И по панели, и по отделке, и так далее. Там добавилось пластмассы, и прочее. А вот по ходовым, по всем этим качествам, как вы... Я вам по секрету скажу, что рамной конструкции так и осталось, как и хотя бы хоть какой-то у нас недорожник, да, вот рамная еще пока присутствует у производителей. Подвеска осталась практически на основе тех же мостов, которые были раньше. Сильно изменилась линейка двигателей, которую добавил Крайслер, вернее, Крайслер, извините, Мерседес. Ну, это, наверное, единственное, что хорошее в женитьбе Крайслера и Мерседесов, что они, в принципе, хорошие. Хотя у Крайслера, то есть у Ренгера того поколения достаточно надежные вот эти вот рядные шестерки, неубиенные. Да, они прожорливые, но действительно очень надежные. Ну, прожорливые, это ты очень элегантно сформулировал. Нет, если автомобиль нормально настроен и нормально эксплуатировался, когда, из меня есть нормальные масла и вовремя меняются, силу трения никто не отменял и не отменит. Вот. Когда автомобиль по 400 тысяч проходит без капиталки, все-таки это в пользу все-таки движка, конструкции движка. Очень простая и надежная конструкция, которая действительно, поймите, чинится в поле. Это действительно так. Эту рядную шестерку, четвертопетровую, не убьешь. А вот сейчас на современном двигателе куча электроники и люди сразу начинают кричать, когда у нас, ну, вернее, не люди кричат, вернее, машина просит. Машина просит сразу, а, у меня там что-то все происходит. Чек-энжен, все датчики загорели, все загорелось, машина оп, в аварийном режиме, люди такие, а, что делать, что делать. Все начинается там с плохого бензина, с плохого этого, да, и люди заимствованы полностью от этого, от этой электроники, от этого большого количества. Я не говорю, что это плохо, но это очень ненадежно именно в наших условиях, от этого ужасного топлива, которое нам продают производители, и все по линейке, и все по линейке пошло дальше. И сейчас надежность той же подвески и особенно электроники, к сожалению, к огромному, очень ненадежна. Этим может, ну, как бы не только Ренглер, это все производители этим страдают. Сейчас сильно поменялась вообще маркетология, скажем так, владения автомобилей. То есть, производители подсаживают нас на автомобиль, честные 50 тысяч, там, или 60, по гарантии, наверное, они отбивают, а потом подсаживают нас на количество запчастей, которые меняются теперь, не просто вот маленькая запчастушка, а меняются все это агрегатами такими. И бедный владелец теперь, аааа, и Ренглер туда же. Как же все дорого, и Ренглер туда же. Отвечая на вопрос, совсем коротко, да, эта машина уже не является прямым преемником ТДЖ. ТДЖ проще и лучше. Проще, проще, лучше, я бы, ну, проще, проще, проще и надежнее. Сергей у нас на связи, здравствуйте, Сергей. Алло. Здрасте. Здравствуйте. Сергей, здравствуйте, Игорь. Очень приятно, здравствуйте. Меня зовут Сергей. Вот хотел бы задать вопрос. Давайте. Вот существует такой Доджрам-клуб, вот, и там есть ребята, которые под заказ пригоняют Доджрамы, занимаются этим. Я этих ребят прекрасно знаю, уважаемые ребята, и всем привет в Доджрам-клуб. Да, а вот существует ли у Вранглера такой клуб, и чтобы ребята вот занимались именно пригоном, чтобы взять машину нормальную, не здесь покупать по объявлениям? Да, пожалуйста, пишите нам, приезжайте к нам, все вам расскажу, покажу. Сергей, вы только что позвонили по адресу, вы попали именно туда? Да, да, да. Откуда и появляются Рэнглеры? А как связаться, Игорь, с вами вот? А наберите Рэнглер-клуб, какие у тебя позывные в интернете? Вранглер-мастер, наберите. Вранглер-мастер. Вранглер-мастер. Вранглер-мастер.ру, да, буду рад вас всех видеть, приезжайте, все расскажу, покажу. Спасибо большое. Вам спасибо. Но здесь, кстати, еще один нюанс в том, что вот пригнать сюда Dodge Ram, это немножечко не то же самое, потому что он идет под другую категорию, и это вообще-то грузовик. И поставка грузовиков в нашу страну чуть проще, чем поставка легковой. Поэтому как раз все вот эти нюансы я и готов в консультации дать будущим владельцам именно этого автомобиля или другого там американского, поэтому там нюансов много. Там очень много нюансов. Вы не поверите, а время-то истекло. Игорь, спасибо. Всем удачи и полного привода.